Однажды я проповедовал об Аврааме, и в собрании, где я проповедовал, был человек из другого города. И он потом попросил побеседовать, поговорить, и говорит, вот ты сегодня не показал Господа в проповеди. Ты говорил, в чем мы не похожи на Авраама, в чем нам ему подражать, но говорит, Господа ты не показал. Я так сначала думаю, ну, наверное, правда Господа не показал. Но немножко поразмышляв, я понял, что Господь нам, когда мы говорим о том, что показать в проповеди Господа, это не только Сам Господь, но и те люди, которые Его являли в своей жизни. Так или нет? И в Аврааме была слава Божия явлена, и в Моисее, и Илье, и Гедеоне. Когда мы говорим об этих людях, анализируем их жизнь, их положительные стороны, мы видим в этом тоже Божью славу. И поэтому хорошо, когда мы в свете библейских героев можем анализировать себя. Таким образом мы смотрим на положительные примеры и смотрим на себя, и берем образец для подражания. И я сегодня тоже коснусь этого человека. Ефесянам 4 глава, 29 стих. Один стих прочитаю и о нем поговорим. «Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Скажите, пожалуйста, что такое гнилые слова? Нехорошие слова. То есть обозвали соседа гнилые слова. Да? Материца человек – гнилые слова. Так или нет? А почему бы не назвать здесь, чтобы мы не говорили скверное слово, а написано «гнилые слова». Значит, у гнили есть способность распространяться. Гниль – это разрушение. То, что гниет, разрушается. Могут гнить овощи, может гнить дерево, и даже железо, когда ржавеет и разрушается, это тоже можно назвать, что это гниение, тление такое. И апостол Павел противопоставляет. Он говорит, «Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для чего? Для назидания». Назидание, созидание – это два таких синонима. То есть назидание духовное – это созидание или строительство внутреннего человека. Значит, гнилые слова разрушают внутреннего человека. Это слова, которые не пробивают, что ли, а приносят гниль в нашу внутренность. А доброе, то, что приносит благодать, оно созидает нашего внутреннего человека. Это не просто обзывательство, это не просто сквернословие. Сквернословие – это тоже плохо, но это другая категория грехов. И мы сегодня можем думать, что мы не материмся, бранью никакой не пользуемся, не обзываемся, значит, мы исполняем эту заповедь. Но я хочу, чтобы мы поглубже размышляли и увидели, может быть, сегодня мы все-таки говорим гнилые слова. Вот то, что произошло с Гедеоном, когда его оставили 22 тысячи человек из 32 тысяч, это было, в принципе, исполнение одного повеления, которое записано в книге Второзакония, 20 глава, 8 стих. Когда израильская армия шла на войну, было одно такое правило. Бог сказал, пусть объявят надзиратели народу и скажут, кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, чтобы он не сделал робкими сердца, братьев его, как его сердце. Вот представьте себе, какой непростой шаг для того же Гедеона. Вот 32 тысячи, когда мы видим большое количество за нами, нам как-то спокойнее от этого. Вот столько народу и на войне каждая единица имеет значение. И вот послушаться Господа в этом слове, это значит поступить по вере. То есть ты отделяешь огромную массу людей, как это произошло у Гедеона. 70% человек покинули, потому что Гедеон поступил по слову Господа. «Боязливых, пожалуйста, возвращайте». Этим людям, конечно, нужно было как-то признать. То есть они пошли на войну, у них хватило вот сколько-то там смелости, чтобы прийти с копьем или мечом. Но когда им разрешили уйти, они воспользовались этим. Вот смелости у них хватало, чтобы не воспользоваться этим позволением уйти. И Господь объясняет, почему дано такое повеление, потому что эти люди могут сделать робкими сердца других братьев. Вот эти 22 тысячи человек, которые в страхе были, могли привести в страх и остальных 10 тысяч человек. Так или нет? Может быть даже их было бы и меньшинство, неважно в каком варианте. Но слова робости, слова сомнения, это и есть гнилые слова, которые разрушают веру. И Павел говорит, чтобы мы говорили слова для назидания в вере. Значит, слова, которые разрушают нашу веру, это слова гнилые. Они вносят гниль в то, что должно нас держать, а это нас разрушает. И есть конкретный пример, когда 12 разведчиков пошли осмотреть землю Хананскую, и они вернулись, написано, и 10 из 12 человек стали, так выраженно там, начали распускать худую молву о той земле. И они расслабили сердце Израиля, они не говорили скверных слов, они не ругались ни цензурной бранью. Нет, они просто говорили о том, что мы не можем одолеть этих людей, мы не сможем овладеть той землей. И там огромные люди, у них огромное укрепление, нас просто всех уничтожат. Это были гнилые слова. И если в Израиле была какая-то вера до этого момента, эти гнилые слова разрушили эту веру. Что происходит сегодня в нашей среде, как мы можем это применять к себе? Библия. Вообще, я не вижу, что Библия поощряет, чтобы мы в себе прятали какие-то неправильные или смущающие нас чувствования. В одном салме даже Давид говорит, когда я говорил, колеблется нога моя, рука твоя поддерживала меня, Господи. Если у меня есть какое-то смущение, если у меня есть сомнение, Бог не говорит о том, что нужно это все затолкать внутрь, молчать как партизан, склеить губы хорошим клеем, чтобы никто никогда не узнал. Но нужно в верном русле направлять эти слова. Кому говорил Давид, колеблется моя нога? Он не говорил это своему войску, он не говорил это своим братьям, он говорил это Господу. Он нес это туда, тому человеку, вернее той личности, которая может это все перенести. Если, допустим, человек болеет сегодня, может быть какая-то там заразная болезнь, он идет там с детьми своими советоваться, как и что делать, кашляет на них, чихает, значит, чтобы выяснить, заразятся они или нет, что это за болезнь. Он идет к врачу, к квалифицированному человеку. И сегодня у нас есть два пути, где мы можем наши сомнения изливать, это непосредственно Господу или тем, кого Господь поставил пасти Божий народ. Если же мы в среде Божьего народа выражаем свои сомнения, свои смущения, это гнилые слова. Я знаю примеры, когда член церкви может сказать другому члену церкви такие слова, нас хотят из церкви изжить. Что это за слова? Они созидают веру, они укрепляют человека, они вдохновляют его следовать за Господом. У того человека уже внутри гниль, у него разрушенная вера, и он несет эту гниль дальше. И в том человеке, который так раньше не думал, начинают появляться такие мысли. Он вдруг что-то может вспоминать, где-то как-то чудесным образом, какая-то складывается мозаика, человек думает, да, наверное, мы здесь не нужны, никто нас не любит, и мы второсортные, и тут только вот такие всякие разные способные могут только выживать. Это гнилые слова, которые люди говорят друг другу, свои сомнения выражают и разрушают других веру. И это Господу не угодно, и Господь, конечно, будет за это взыскивать. Есть еще интересное сравнение. В книге притчи 14 главе 30 стихом сказано, что зависть гниль для костей. Значит, есть гниль как неверие, сомнение, есть гниль как зависть. Интересно, что зависть тоже не может молчать, ей надо выговориться. Когда только пошла мода на бейсболки, такие кепки с козырьками, было очень мало их в России, в то время еще начало 90-х годов, и так у нас у подростков было, у кого бейсболка, это вообще было, ну, верх там в совершенстве. Один мне приятель, одноклассник говорит, у меня папа поедет в Чехословакию, я закажу ему две бейсболки, тебе и мне. Вот как-то как, не как сейчас валяются везде, они по рынкам кучами 50 рублей. Это был такой дефицитный товар, и мальчикам считалось очень престижно. И вот в то время была гуманитарная помощь, из-за границы приходила, и там пришла настоящая бейсболка, мне досталась. Представляете, зеленая такая, сочная. Но у всех были не зеленые, у меня была зеленая, поэтому я так немножко не осмелился так ее смело одевать, но все-таки как-то одел. Появился я в своей бейсболке, в зеленой, в модной, вроде бы, как думал, я хотел так думать. И уже другой мой приятель так смотрит и с видом такого эксперта говорит, Китай. Я думаю, что в то время было всем без разницы, Китай-то одел или Японию, но лишь бы была бейсболка. Но что-то у него заставило. Я так комплексовался в то время и думаю, ну, наверное, что-то правда, она какая-то неполноценная. Отдал ее своему старшему брату, у которого было личное мнение, он стал ее с удовольствием носить. А потом у меня приятель тот, который сказал, что это Китай, говорит, дай мне бейсболку-то поносить. Я думаю, подожди, что-то тут не то происходит. Сначала он звал Китаем, сейчас просит, он, видимо, забыл, что обозвал ее китайской. И когда он сказал, попросил меня ее поносить, я понял, что причина, единственная причина, почему он ее обозвал, была зависть внутри него. И Яков говорит в 3 главе 14 стихом, «Если вы имеете в сердце горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Это тоже гниль, когда мы завидуем какому-то человеку, которого Бог благословляет, может быть, в духовном варианте, может быть, в материальном, может быть, внешность ему какую-то дал, хорошую еще что-то. И вот мы как-то хотим вот это осудить такого человека, сказать какие-то слова, чтобы причинить боль, и Библия называет это тоже гнилью, это разрушает наши взаимоотношения. Мы, может быть, хотим найти в этом человеке какие-то изъяны, какие-то недостатки. Да, у него есть большой плюс, но у него должны быть какие-то минусы. И мы начинаем заниматься поисками этого минуса, и мы начинаем распространять информацию об этих минусах. И Библия называет это гнилыми словами. Почему? Они разрушают взаимоотношения. И те люди, которые раньше относились к нему хорошо, и уважали, может быть, и любили этого человека, теперь эти гнилые слова, распространяемые завистливым, негодным человеком, начинают разрушать эти взаимоскрепляющие связи. И Библия называет это тоже гнилыми словами. И Господу это не угодно. Я думаю, что в окружении Саула были люди, которые также говорили на Давида, которые взгревали в нем подозрения. Почему? Потому что Давид, когда увиделся с Саулом однажды, он сказал, что вот этих людей, которые рядом с тобой, и которые говорят обо мне, досудит Господь. Когда Иоанна Фан пришел к Саулу, написано, он говорил доброе царю о Давиде. Вот такие разные люди. И наше направление сегодня должно быть говорить доброе. Наша задача скреплять народ Господень. Не для того, чтобы обманывать и говорить, если там, допустим, брат фальшиво поет, и мы должны говорить, у него исключительный голос, это второй Робертино Лоретти. Так не надо делать. Это будет ложь и обман, и долго так не продержится. Потому что даже если кто-то нами поверит, но попадется специалист, который хоть раз в жизни слышал Робертино Лоретти, и скажет, ну вот по сравнению с этим Робертино Лоретти, твой брат, это карканье вороны. Вот так скажут, и будет еще хуже. Наша задача сегодня говорить доброе, то, что действительно есть. Мы, может быть, слышим критику в адрес человека и говорим, вот он вот такой вот там, нерадивый в чем-то где-то там, а мы говорим, зато он спокойный, его нельзя вывести из себя. Другой говорит, вот такой раздражительный, вот он нельзя к нему притронуться, он возьмет работу, он все это делает, ее до конца. Мы, зная человека, хорошо говорить доброе человеке, строить эти взаимоотношения. Если видим немощи, Библия дает нам совет молиться друг за другом, а не сплетать вот такие вещи, которые разрушают. Я думаю, что братья Иосифа тоже друг друга так подущали, знаете, говорили, делились с мыслями. Да, вот отец любит, смотрите, одежду подарил. И вот эти 10 братьев Иосифа делились информацией, делились гнилыми словами. В конце концов, их любовь к брату, братская любовь была разрушена этой гнилью, и на почве этой гнили возросла ненависть, которая была готова и к убийству. В притче 17 главе написано о том, что кто ищет любви, прикрывает поступок, а кто напоминает о нем, тот удаляет друга. То есть вот этот весь негатив, когда мы говорим человеку, у нас может быть есть друг или сотрудник какой-то, и были неприятности, и мы простили друг друга, и вот мы напоминаем. Может быть муж жене напоминает, жена мужу напоминает, что-то помнит. Это гнилые слова. Они разрушают взаимоотношения. И можно приводить много примеров, у меня нет такой цели, я просто хочу, чтобы мы сегодня для себя поняли одно. Гнилые слова – это не сквернословие. Гнилые слова – это то, что разрушает доброе. То, что Господь нам дал, или то, что мы с помощью Божьей созидали в своей жизни, вдруг рушится. Прожили мир на неделю, две муж с женой, потом кто-то что-то сказанул такое, и опять все рухнуло, и этот хрупкий мир был разрушен. Пусть Господь нас от этого бережет. Пусть бережет Господь нас от таких, знаете, бывают туманные, мы обличения братьям, сестрам даем. Вот у тебя вот что-то вот с тобой не то. Я всегда советую всем членам церкви, когда вам напускают такой туман, вы имеете полное право игнорировать это. Когда вам говорят с тобой что-то не то, и дальше не хотят продолжать. Делают загадочное лицо, и вы должны разгадать гребу, стоящую за мимикой этого пророка. Загадочность, таинственность. Генерируйте. Конструктивное обличение всегда приносит ясность, четкость и выход из положения. Если же на нас кто-то навеивает туман, и обличение носит такой характер, от которого становится еще тяжелее, и мы загрузились, и мы радовались Господу, теперь вдруг мы не знаем уже чему радоваться, это тоже гнилые слова. Они разрушили нашу радость. Так что пусть Господь поможет нам бодрствовать и над своими словами, и видеть, когда что-то идет в наше сердце, разрушающие ли взаимоотношения, разрушающие ли веру, разрушающие ли радость Господе, чтобы мы видели, если это гнилые слова, вовремя остановить этого человека и попросить для него милости от Господа. Помолимся.